Здравствуйте, друзья! С вами канал Нью-Рашворд, наша ежедневная информационно-аналитическая программа, и я ее ведущий Александр Глушенко. Уважаемый Сергей В.В.Ч, как-то интересно у вас звучит никнейм, ну не суть важна. Вы задали тот вопрос, который навел меня на почти журналистское расследование. Я не журналист-расследователь, я просто публицист, я просто тот человек, который старается отвечать на возникающие у зрителей вопросы, пытается обсуждать какие-то политические моменты, какие-то серьезные темы, возникающие в российской, в основном в российской, ну и иной раз в международной политике. Но вы меня навели на журналистское расследование. И название этого журналистского расследования звучит никак иначе, что Путин готовит себе потомственного наследника. Как вы знаете, даже сказочный национальный лидер не имеет прямого наследника по мужской линии. Ну то есть у него нет сына, у него, да я не знаю там о его внуках, потому что он очень сильно что-то там мутит со своей роднёй. Там какие-то есть у него две дочери, которые то ли там медики, то ли биологи, то ли исследователи, то ли, может просто хапуги какие-то, которые там пилят бабло. Я не стесняюсь это говорить и в принципе не боюсь этого говорить, потому что я сказал может, а это уже моё оценочное суждение. И вы тоже, когда будете писать свои комментарии, пишите примерно так же. Так вот, оказывается в России существует зарегистрированная аж чуть ли не с 13-го года партия Народ против коррупции. И руководителем политсовета этой партии является Роман Путин, его двоюродный племянник. Вы понимаете о чём идёт речь? И вдруг эта партия выходит внезапно, почему я говорю спасибо нашему зрителю, потому что он навёл на эту мысль, а когда пошло расследование, мысль оказалась довольно-таки суровой, объективной, достаточно интересной и достаточно глубокой. Смотрите, вот этот самый Роман Путин 5 июля, то есть вот в этом месяце, буквально недавно, стал руководителем этой партии. Стал руководителем этой партии. У них состоялся там какой-то съезд, его избрали руководителем этой партии. Вы представляете, вот взять, например, количество сторонников, сотрудников, волонтёров Алексея Навального. Он не смог организовать партию порядка 15 раз. То есть зарегистрировать её в органах власти, в органах юстиции порядка 15 раз. Они подавали различного рода заявления, положения, уставы, всё-всё-всё, программы, всё, что должна предстоять политическая партия. Их не зарегистрировали, хотя о движении Навального знает вся Россия. И в каждом регионе, в каждом, я подчёркиваю, не избирательно, не выборочно, а практически в каждом регионе движение Навального имеет своих сторонников, но их не регистрируют. Эта же партия представила документы о регистрации 43 субъектов федерации. Название её «Народ против коррупции». Руководителем, как мы поняли, с 5 июля является Роман Путин, бывший сотрудник ФСБ, ныне предприниматель, якобы. И партия зарегистрирована. Начали искать следы этой партии дальше. Выяснилось, что офис партии находится по адресу город Москва, Ленинградское шоссе, дом 8, строение 3. И ушлые наши фейсбучники, наши ютьюбщики, ну и остальные люди, находящиеся в социальных сетях, написали нам, что по этому адресу находится трансформаторная будка. Так вот, вы чувствуете, да, какая серьёзная партия? Я имею в виду по сравнению с этим гнусным фондом борьбы с коррупцией и системой штабов Навального, которые есть и в Москве, и в каждом городе. Те самые штабы, организации, из которых каждый месяц выносят оргтехнику, арестовывают банковские счета и так далее. А тут есть просто партия племянника Путина, народ против коррупции. Читаем документы, они размещены в прямом доступе, документы, программные документы этой партии. Эта партия собралась шлёпать в Государственную Думу. Вы представляете её перспективы? Она просто шлёпает в Государственную Думу. Это чудо. Роман Путин, бывший сотрудник ФСБ, а ныне предприниматель, становится... А, извините меня, мы часто с вами разбираем различного рода электоральные вопросы. Скажем прямо, что эта партия вполне способна в эту Государственную Думу пройти. Легко и просто. Без проблем. Нарисуют тот процент, который нужно, особенно при условии, что голосование будет идти несколько дней. Без учёта времени, без контроля за ночным положением и местонахождением бюллетеней. Проще говоря, вообще без всякого наблюдения. К тому же, если выставят наблюдатели от этой партии народ против коррупции, то будет ещё проще всё это сфортифицировать. Самый интересный ещё один момент, что партия народ против коррупции перехватывает эстафету, перехватывает эстафетную палочку, ну вот на слуху, на слуху хотя бы, у того же Навального. Смотрите, партия народ против коррупции. Зарегистрированные в 43 регионах. Уже зарегистрированные как юридическое лицо, как политическая партия, имеющая право участвовать в выборах в Государственную Думу в 21 году. Вот буквально, чуть-чуть больше года осталось. Роман Путин приходит в Государственную Думу с этой партией вместе и дальше развивает свою политическую карьеру. Может быть там становится вице-спикером, может быть спикером, может быть ещё кем-то. А там полшага до шапки Мономаха. Вот вам обозначение ситуации, связанной с выбором или избранием потомственного наследника при отсутствии собственного сына. Вот так вот. Ну, как это было во времена Ивана Грозного, тире Бориса Годунова, тире Михаила Романова, тире Алексея Романова, тире Петра Первого. То есть всех тех правителей, которые не вполне могли по мужской линии составить себе потомство, потомственного наследника. Я начал искать, что творится с этой политической партией в моём регионе, на моей исторической родине. Я нашёл в интернете адрес город Саратов, Новоастраханское шоссе, дом 31. И я не пожалел собственного бензина, я не пожалел собственного времени, я туда приехал. Нету там ничего. Значит, руководитель местного отделения Танаканян, Спартак Рафикович, Новоастраханское шоссе, дом 31. Ну, все эти Егрил, Егрюб, Огрип, я вам показывать, рассказывать не буду, вам это неинтересно. На здании, которое находится по этому адресу, висит огромный плакат. Продается здание 650,2 квадратных метра. По цене 450 рублей за метр. Общая стоимость здания 25 миллионов рублей. Современное, культурное, симпатичное, модульное здание. Кто знает город Саратов, это недалеко от изгиба, от изгиба Новоастраханского шоссе, в районе пересечения его с линией трамвая номер 9, прошу прощения. Вот изгиб трамвая номер 9, спуск вниз на Новоастраханское шоссе, и вот буквально дом 31, это такое модульное, красивое, современное здание. Так вот, уважаемый господин Танаканян, Спартак Рафикович, или Рафикович, я хочу, я уже хочу. Посмотрите, вы, наверное, меня не смотрите, но наши зрители на меня смотрят. Я еще посоветую с Юрием Гимельфарбом, с моим другом, коллегой, напарником, я приду. Я приду к вам, Спартак Рафикович, я запишусь в вашу прославленную партию, серьезно. Я запишусь в нее, чтобы развалить вас нафиг изнутри, чтобы каждый день писать о событиях в вашей партии. Вы можете меня включать, можете исключать. Если вы мне откажете во вступлении в эту партию, а что мне терять-то? Ну, что мне терять? Я нормальный, обычный публицист, политолог, да? Я занимаюсь изучением политической жизни в нашей стране. Так вот, я приду к вам, уважаемый господин Танаканян, вступлю в партию, как она там называется, народ против коррупции, да? Народ против коррупции. Я в нее запишусь, вы меня туда запишите. Я, если не запишите, я буду страшно ругаться и устрою скандал, что вы против того, что народ против коррупции. И мы узнаем, как там живется племяннику нашего сказочного национального лидера и какие он строит политические планы. Я прямо говорю, что я буду откровенным, открытым провокатором, да? Такова политическая жизнь, ничего об этом не сделаешь. Вы же устраиваете политические провокации на выборах? Я хочу устроить политическую провокацию на вашей партии. Берегите себя, Спартак Рафикович! Пока, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!